Дмитрий Витов, Первый канал, Россия. Сегодня, вот именно в этот час, в Харькове проходит, собирается круглый стол. Ваши отношения, есть ли ваши представители там? Нет, наших представителей там нет. Круглые столы, это вещь, конечно, прекрасная. На них мало что может, к сожалению, решиться. Не всякого сомнения, подобного рода собрания, они могут быть полезны для налаживания диалога. Но поймите, Донецкая Народная Республика сейчас находится в тяжелом положении. Часть ее территории оккупирована войсками реального противника, войсками, причиняющимися киевские хунти. В это время проводить круглые столы нам, честно говоря, некогда. И мы не очень готовы и склонны к каким-либо разговорам, пусть даже такого рода, с представителями киевских властей. Пока территория будет оккупирована, разговоров с киевлянами не будет. Они просто представляются без перспективных. Но ничего я собираюсь с ними делать. Их просто не будет. Сейчас на данный момент какие-то переговоры ведутся с киевской стороны? Есть первая, а вторая. Какой файл сейчас? То есть вас выбрали как официально представитель ДНР. И значит, это означает, что должны начаться официальные переговоры с Москвой. И какой-то вопрос официальный. Какой степень находится сейчас? Смотрите, переговоров с Киевом никаких официальных нет. Как вы понимаете, в ситуации гражданской войны всегда есть какие-то посредники, которые переговориваются о том осёдне. Здесь, поскольку политический ландшафт Донбасса очень сложный, этих посредников находится всегда огромное количество. Все одни говорят, что они облечены какими-то полномочиями, все они выходят на связь и все они делают какие-то тонкие намёки на полный обстоятельств. Извините за небольшую жутку. Честно говоря, никаких официальных переговоров мы не ведём и пока вести не собираемся в ближайшее время, по крайней мере. Я же говорю, территория оккупирована, когда нога последнего вооружённого человека от официального Киева покинет. Ну или от Днепропетровской. Я бы сказал, что там сейчас центр реальной власти с той стороны. И вот тогда, когда нога последнего солдата покинет. Это выражение неправильное, потому что с той стороны воюют в основном наёмники. Так вот, когда вооружённый противник покинет нашу территорию, вот тогда мы будем готовы к каким-то разговорам и будем принимать каких-то посредников. Может быть. Это первое условие. Да, это первое условие. Это первое условие, оно не обсуждается. Люди, которые сейчас пытаются что-то такое организовать, они немножко не понимают, что они делают. И они находятся ещё в прошлом украинском политическом ландшафте. В прошлом. В прошлой политической реальности. Украинская политика мне хорошо известна. Неподослушная. Ну, это как в анекдоте. Знаете, когда, так сказать, три человека, два из них партизаны, один предатель. Киевская политика всегда отличалась тем, что всё время кто-то с кем-то о чём-то договаривался. Всегда кто-то кого-то обманывал и переходил со стороны на сторону. Сейчас логика наших отношений, она будет совсем другой. Наша политика будет принципиально иной. Поэтому мы ни на какие переговоры с кем-то сейчас не пойдём. Что касается договоренностей с Москвой, естественно, мы их подготовим. Естественно, они будут. Естественно, мы в самое ближайшее время рассчитываем на установление дипломатических отношений. И, естественно, мы в самое ближайшее время рассчитываем на помощь, в братскую поддержку России, Российской Федерации. А официальный запрос, в какое время вы думаете, предполагаетесь? В самое ближайшее время. Что-то могу. Я родился в городе Москве. Там же получил образование, там же жил, можно сказать, живу до сих пор. Ровно на стойке, на стойке понадобится. Александр, онлайн-телевидение Ньюсброн. Скажите, пожалуйста, будет ли объединение Луганска с Донецком? И следующий вопрос, будет ли помощь Харьков в освобождении водки? Объединение Луганска и Донецка, оно уже практически есть. Мы находимся в карте нации с представителями Луганской Народной Республики. Объединение это будет, ну, пока оно неформальное. Мы будем обсуждать и договариваться с ними о том, в какой форме оно будет проходить дальше. Естественно, объединение будет. Мы должны объединять усилия. У нас общая идеология и у нас общий брак. Ну и, собственно говоря, общий друг. Что нам мешает объединяться? Естественно, мы поддерживаем отношения с лидерами Луганской Народной Республики. И, собственно, уже, и, к слову, уже, опять-таки, извините, неправильно. Мы поддерживаем их все время. А по поводу Харькова? Что касается Харькова, то такие идеи есть. Они обсуждаются, и я надеюсь, что они будут реализованы. Пожалуйста, информационное агентство «Остров». Вы сказали о том, что в ближайшее время распространяется к российской федерации с которыми у нас есть драматические отношения. Планируете Донецкая Народная Республика сейчас или в какой-то там ближайший перспективе все же просить по просеединению? Конечно, планирую. А сроки? Самые близкие, по логике гражданской войны, нам не позволяют упускать ни минуты времени. Пока мы его тянем, погибнут люди. Реально погибнут реальные люди. Мы этого допустить не можем. Поэтому мы будем все это делать в очень спешном порядке. Скажите, пожалуйста, планируется не дальнейшее расширение республики за счет этих дневников и юго-восточных областей? Вы знаете, Донецкая Народная Республика сформирована в тех границах, которые, ну, можно сказать, есть на сегодняшний день, то есть в границах областных. Что касается других областей Украины, то тут вопрос не совсем ко мне. Дело в том, что эта республика, Донецкая Народная Республика, она не случайно носит название «народная». Если будет воля народа других областей Украины к тому, чтобы присоединиться не к Донецкой Народной Республике, а к Новороссии, к некому объединению народных республик, то тогда, конечно, да. Если такая воля проявлена не будет, ну, посмотрим, то, что называется. Я надеюсь, что такая воля будет или это присоединение осуществится. Дело в том, что я же не представляю данную исключительную, знаете, какую-то ведущую руку Москвы. Это республика народная, она создана волей народа. Будет воля народа Николая, Версона и Владисия, значит, тогда и будет Народная Республика, и будет их союз. Какие припринимаются шаги к стабилизации экономики на данном регионе? И что будет с бюджетниками, соцвыплатным, пенсионерам? Я надеюсь, что с бюджетниками и социальными руководителями все будет хорошо. Вчера проходило неформальное совещание правительства, сегодня будет уже более формализованное совещание правительства. И мы принимаем самые срочные и избежные меры для того, чтобы обстановку регионе хоть как-то нанализовать. И защитить людей от хаоса, скажем так, в области экономики. Сейчас мы обсуждаем наши бюджетные возможности для того, чтобы, собственно говоря, деньги, которые заводятся здесь, они, собственно, шли не в виде налога, а шли бы непосредственно в бюджет Донецкой Народной Республики. Как раз в продолжение этого вопроса, пишите, репутеры, канал. Технология больше всего интересует, грубо говоря, лечат посты, банки, почта, телеграф. Что вы в первую очередь, если предположен малый бюджет, средний, который уже готов оставлять налоги в банк? И какие первые шаги нужно сделать, чтобы эта республика получила реальные рычаги управления в бюджетном? Если только малый средний, есть и крупный бизнес. Как вы понимаете, есть значительная часть крупного бизнеса, который с самого начала очень интенсивно поддерживал Донецкую Народную Республику. Ну, это абсолютно не может вас... Это совершенно неудивительно, скажем так. Вы же понимаете, что все, что вы приставку машиностроителей здесь, да, все так или иначе экономически завязывало на Россию. И сейчас ситуация колоссального экономического спада, падения. Если Донецкая Народная Республика сумеет обеспечить, а я уверен в этом, в том, что сумеет обеспечить нормальные экономические взаимоотношения с Россией, нормальные экономические отношения с Россией, то я думаю, что тогда Донбасс уже будет антиэкономический подъем, не спад. Естественно, у нас действует по очень серьезной наработке. Коль, что делается уже сейчас, всю технологию раскрывать не буду, публично, извините. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...